привет дорогие друзья сегодня хочу поделиться рецептом самых вкусных самых хрустящих и самых пупырчатых чебуреков которые я знаю этот рецепт мне достался из крыма от одной женщины у которой мы жили в общем не очень повезло потому что не все хотят раскрывать секрет почему эти чебуреки такие вкусные получаются именно на море там где продают но этот секрет раскрыт на море их делают очень просто на самом деле их делают просто из воды никакого ни молока ни яиц они не добавляют именно потому что это и удешевляет процесс и как бы вкус от этого только вкуснее на самом деле а мы дома все время норовим перегнуть палку смотрите я отвесила 250 миллилитров воды добавляю вот где-то четвертую часть столовой ложки соли и где-то третью часть сахара сюда же воду теперь воду добавляю полторы столовой ложки уксуса девяти процентного и полторы столовой ложки растительного масла без запаха именно уксус в этом тесте на даст вот эти вот пузыри можно делать с водкой можно делать с уксусом на на море мне сказали что эффект лучше именно от уксуса такой же самый как в тесте наполеон почему она у нас такого слоеная получается когда мы добавляем уксус теста и собственно дешевле чем водка поэтому сказали что намного лучше использовать именно уксус теперь отвешу муку я буду использовать вот такие вот граненые 200 граммовые стаканы еще советского союза мне очень удобно ними пользоваться я но мне она рассказала о том что нужно использовать где-то три три с половиной стакана для начала я отвесила сюда два с половиной стакана и буду добавлять свою жидкость но это только потому что мы машине будет потом сложно месить все тесто я его буду домешивать руками все равно это тесто нужно будет хорошо помять руками потому что только благодаря этому она станет пластичным и будет хорошо раскатываться смотрите после того как мы ввели 250 миллилитров жидкости в 345 грамм муки то бишь два с половиной стакана получилось вот такое вот еще довольно жидкое тесто понятно работы с ним нельзя будет я взяла сразу еще стакан муки и буду уже замешивая смотреть сколько муки мне понадобится в принципе уходит от 3 до 3 с половиной стакана но у меня ушло все три с половиной но это зависит на самом деле еще и от муки поэтому смотрите по вашей муке это тесто не должно быть прям очень жестким вот но она станет немножечко мягче после холодильника поэтому немножечко и на это рассчитывайте но я же говорю у меня ушло все три с половиной стакана то бишь 480 грамм у меня ушло муки тесто нужно будет поместить где-то минут пять точно тем самым мы растягиваем клейковину которая внутри находится и чтобы тесто потом у нас было очень эластичным и хорошо каталось оно еще такое я бы кучу разных начинок точно так же можно делать помидоры с сыром в этом тесте именно таким стаканом вырезать ломтик помидора сверху сыр можно немножечко майонеза между сыром и помидором с одной стороны теста с другой стороны тестом накрываете края придавливаете стаканом вырезаете и такие кругляшки очень сочные жарятся тоже бесподобно вкусно муж у меня допустим именно как чебуреки не очень сильно любит но зато очень сильно любит если там будет начинка допустим курица с сыром такая как типа как в пицце то есть вареная курица это могут быть и грибы это может быть и кукуруза но вот он у меня вот такую вот начинку очень сильно любит и мы еще и так делаю смотрите получается какое у меня тесто оно должно совершенно перестать липнуть к рукам и коврику оно хорошо катается и довольно такое плотное вы видите оно совсем уже у меня не липнет ни к рукам ни к коврику и хорошо такое очень приятное на ощупь я бы сказала гладкое что ли но вы видите я его довольно долго разминаю посмотрите на вид оно еще такое как рыхло я бы сказала но плотное вы видите форму держит отправляем наше тесто в холодильник минимум на полчаса лучше бы на час видите внутри вон тоже оно плотное лучше на час в холодильник обязательно упакуйте в пленку для того чтобы не обветрилось тем временем приготовим начинку у меня будет одна начинка это будет у меня фарш просто с луком там специи и сверху я буду посыпать сыром и помидорами помидоры кстати у меня замороженные я себе морожу каждый год помидорки и потом обдаю их водичкой и с них прекрасно слазит шкурка режу на кубики и буду добавлять туда в фарш вместо воды на море туда просто наливают воду для того чтобы были сочные чебуреки а я добавлю помидоры они отпустят довольно много сока когда начнут именно растаивать поэтому перемешивая их и подрезаю когда они еще заморожены я эти помидорки добавляю и ребенку в борщике в супчике все-таки это не сравнить с теми помидорами которые у нас продают зимой такого белого зеленого цвета то есть это не помидоры а это настоящие летние помидоры которые пахнут летом и в любое овощное рагу они замечательно подходят конечно у кого есть куча места у меня вон вся морозильная камера одна и вторая забита теперь после того как тесто у меня полежало раскатываю довольно большие пласты и маленькие чебуреки но это не чебуреки поэтому доска очень тонко не на штрудель конечно но где-то миллиметра полтора два вот такая толщина должна быть теперь беру фарш фарш у меня здесь свина говяжий и где-то столовую ложку с горкой фарша раскладываю толстый слой фарша не нужно класть потому что он не прожарится внутри чебуреки жарится довольно быстро и фарш может весь не прожариться сверху посыпаю сыром немножечко притрамбового пальцами края для того чтобы они хорошо склеились и потом у нас не выбегал никакой наш сок и вот таким очень важным инструментом колесиком обрезаю вокруг все теперь можно наши чебуреки будет отправлять жариться делаю еще второй такой же чтобы они оба у меня легли как раз на сковородку и отправляю их в горячее масло масло должно быть уже горячим именно для того чтобы они сразу начали вот так вот шкорчать иначе у вас не получится те самые именно пузыри а у вас напитается тесто маслом что нам совершенно не нужно вы видите они именно хорошо кипят спустя пару минут смотрю чтобы они у меня под золотили с той стороны нужно перевернуть теперь сделаю рокировку чтобы они у меня поместились в сковородке посмотрите какие золотистые красивые пузырчатые причем со второй стороны которую мы опускаем уже второй они будут еще более волдырчатые чем с первой я не знаю почему так но все так получились посмотрите какие они прям волдырчатые есть и большие волдыри такие есть и много мелких а какие они хрустящие и сочные просто бесподобные получились чебуреки в этот раз не всех похвал сейчас еще покажу на фотографии наделала мужу с начинкой с курицей и сыром вот и заморозила в морозилке чтобы можно было прийти с работы кинуть за три минуты приготовить хороший перекус дома вот таких вот надела ромбиков треугольников квадратиков то есть обязательно попробуйте этот рецепт а с вами был кекс до новых встреч пока пока а